Это обложки в эстраде, это краски, это бумажный блок. Собирать свою дочь в школу Инна Чернявская начала ещё в мае. Понимала, что это потребует больших затрат. Поэтому готовиться стали заранее. Для первоклассницы Александры уже купили несколько комплектов школьной формы и обувь. Должна быть парадная школьная форма и школьная форма, которая применима для ежедневного использования. Кроме всего прочего, необходимо было приобрести форму для занятий физкультурой в летний период и, соответственно, в осенне-зимний период. Итого в комплекте школьной формы первоклассницы. Две блузки, два гольфа, юбка, сарафан, брюки и пиджак. Плюс одежда для занятий физкультурой. На это потратили более 10 тысяч рублей. Рюкзак и констовары – ещё одна статья расходов. Ранец в среднем стоит где-то от 1000 рублей до 3000 рублей. Так как рекомендуют, чтобы ранец был ортопедическим и был лёгким, соответственно, он будет стоить не менее 2000 рублей. Что касается самих констоваров, то также необходимо около 3000 рублей потратить. Всего на то, чтобы собрать дочь в школу, Инна Чернявская потратила около 16 тысяч. Продавцы говорят, что это не предел. Стоимость формы и канцелярских принадлежностей зависит от качества товара и производителя. На школьных ярмарках предлагают широкий ассортимент на любой вкус и кошелёк. Дороже всего обходится форма. Комплект из рубашки, брюк и пиджака для первоклассника обойдётся минимум в 1500-2000 рублей. Ещё несколько тысяч понадобится на то, чтобы купить бюджетный вариант ранца – ручки, тетради, пеналы и дневник. Смотря какой ранец здесь бюджет. От 280 до 2850. Есть бюджетные вот такого плана, допустим, ранцы, которые с лёгкого материала. Есть ортопедики финские или херлицевские. От этого зависит цена, конечно. От 650 у нас тетрадь хорошего качества. Пеналы, от скольки у нас были, где-то от 35 рублей. Всякие разные, но сейчас остались уже меньше выбор, конечно. А верхняя планка? А верхняя планка 450 больше. Очень хорошо. Вот такой пенал, папка. Особенно отмечают продавцы возрос спрос на канцтовары с российской символикой. Такие тетради и дневники разбирают, не особо глядя на их стоимость. Есть дневник, очень дорогой, 350 рублей. Он сделан как ежедневник, и он пользуется огромной популярностью. Он такой мягкий, строгий достаточно, но вот именно с российской символикой. Люди очень нравятся. Сами покупатели говорят, за год цены на канцтовары выросли где-то на треть. Очень подорожала школьная форма. Форма подорожала, и подорожала, я не скажу, что чуть-чуть. Подорожала прилично форма. Трубашку, брюки купили, туфли, там, что самое не входило. Тетрадки там, что еще, Саша. Ручки, карандаши, такое все самое необходимое. Сколько уже потратили? Ну, тысяч пять, около пяти вот так. В принципе, сейчас у меня зарплата небольшая. У нас, я работаю в Авлите, поэтому по деньгам очень сейчас тяжело у нас. Но от недостатка покупателей школьные ярмарки не страдают. Несмотря на рост цен, родители все равно покупают форму и канцтовары. На полное обмундирование своего чада в этом году тратят от 8 до 25 тысяч рублей. Елена Антонова, Александр Листопад, СЕВ, Информбюро.